Ездили, конечно, с проблемой. Вся разбита была, ямы были, особенно вот здесь, передо мной. Дороги в селах Балаковского района – особая песня, преимущественно грустная. Как выйдешь на улицу, так и затянешь про себя унылую мелодию. И с каждым годом была эта мелодия все более печальная. 21 год здесь вот тут вот, ямы одни, глина. Вот их в школу поведешь, брюк? Я их на себе тащу. Все штаны, все в грызи. До школы не дотаскивал я его. Сейчас хоть благодать. Сейчас ты довольна? Ой, очень, очень. И тем более вот к каждому этому двору вот маленько подстелили чуть-чуть. Очень довольна. В некоторых селах Бакаватрохского муниципального образования в этом году нагрянули изменения. Неизвестные подрядчики, которые зашли на этот вид работ, удивили сельчан. Щебенки асфальта не жалели. Делали все по уму и качественно. Дорога была просто отвратительная. Когда идешь, не было живого просто места. Одна сплошная лужа. Где-то осыпалась, где-то что-то. Очень долго добивались, чтобы была дорога. Вы знаете, было просто чудесно, когда приехала специальная техника. Когда нам сняли старое наше покрытие, от него даже вот щебенки не было. Там просто земля. От того, что уже все, она сжилась себе. Сняли все это, положили. Нам тут крупную щебенку, мелкую щебенку. Потом пошел асфальт. Мы смотрим на толщину. В городе такой толщины нет. Она прям действительно добротная сделана, несмотря на то, что в селе не такой нет силовой нагрузки. Удивились и инспекторы по селам. Они думали, что работники просто залатают ямы в плохоньком покрытии, как предусмотрено по контракту. Но те по ходу работ не жалели асфальта. Две улицы, которые ремонтировались, были в ужасном состоянии. На сегодняшний день положено красивое ровное полотно. Довольны и жители, довольны мы. И хотим сказать слава большой благодарности подрядчику, проводившему эти работы. Если выяснялось, что ямы расположены слишком близко друг к другу, то рабочие не вырезали много квадратиков, как это делают в городе, а сплошняком снимали и покрывали большой участок. Согласовывались с инспектором и делали все по заявке. Сплошной – это тоже ямочный ремонт. Это ямочный ремонт. Подрядчик проявил желание выполнить за свои собственные средства, чтобы улучшить качество дороги, и сделал сплошной асфальт. Мимоходом убрали строительный мусор, который остался от разрушенного здания, чему инспектор по селу была очень рада. Она не смогла добиться от администрации, чтобы вывезли отходы. 18 сканей строительного мусора вывезли. В Малом Перекопном зачистили свалку, они тоже своими силами. Я обратилась, попросила их. Вообще, конечно, молодцы ребята, молодцы. Побольше таких подрядчиков. Сами чудо-подрядчики ничего странного в этом не видят. Говорят, если уж работать, то на 100%. И для них нет разницы, сельская это дорога или городская. Подход к работе одинаковый. Выборка корыта, укатка земли. Где есть места, сырые места, мы там практически до 60 сантиметров выбирали с помощью экскаватора. Вывозили все это, чтобы качество при укатке, он будет трескаться, если сырой асфальт будет. И потом засыпаем послойно щебнем 40-70, расклинцовка это мелким щебнем. Опять же укатка, укатка после каждого этапа укатка. Качество асфальта вы видите какое. Участники рейда осмотрели дороги в двух селах – Малоперекопном и Кормежке. Везде было предусмотрено и сплошное асфальтирование отдельных участков, и ямочный ремонт. Несмотря на то, что сроки выполнения работ по контракту 60 дней, подрядчик опережает график. При первом уже приближении видно основательный подход подрядчика в выполнении своих работ. И сегодня мы также пообщались с жителями, видели их реакцию на эти дороги. Видели, что дети могут кататься на роликах, на велосипедах. По этим дорогам дети будут ходить в школу. То есть то качество, которое выполнено, люди в восторге. Вот это, наверное, самый главный показатель работы. Хотелось бы, чтобы на те объекты, которые будет вот эта организация заходить в дальнейшем, чтобы вот такой вот настрой, он сохранялся и по качеству работ, и по вниманиям к просьбам, к наказам жителей. На сегодняшний день рабочие привели в порядок половину от общего объема дорог, запланированных к ремонту. Остались села Никольская, Казакова, Пылковка, Красный Яр и Маянга.